Легендарный Дотамикс возвращается с новыми бонусами. На сайте доступен новый режим Спортс, где можно ставить деньги на профессиональные матчи. Также доступен режим Фри, где можно получить вещи абсолютно бесплатно. А во всех остальных старых добрых модах увеличили шансы на Арканы и на дорогие имморталки. dotamix.com. Ссылка в описании. Подождите, подождите, держите свои дизлайки при себе. Никакого кликбейта тут нет. Хвост реально будет играть в Анжи, но обо всём по порядку. Буквально вчера дотерский интернет посетила новость о том, что Александр Дашкевич будет выступать в рядах Махачкалинского клуба. Но конечно не в качестве футболиста, а в качестве всё того же самого дотера, коим он и является. Дело в том, что ФК Анжи создаёт своё подразделение по киберспорту и именно по доте 2. Да, я реально охренел, когда это услышал, потому что в моих глазах все эти футбольные дядьки из большого спорта всегда были довольно далеки от киберспорта. И как я думал, за что-то серьёзное они его не считали. Но походу после того, как началась вся эта движуха на Матч ТВ, движуха с большими инвестициями и официальным признанием в России, чуваки решили не отставать. Но не отставать у них конечно всё равно на самом деле не очень-то получается. Потому что, например, в США уже давно такими штуками промышляют. Там, например, Шакил Анил инвестировал кучу бабок в состав по Лолу и КСГО. Это он, конечно, сделал не на государственном уровне и не от имени какого-то клуба. Но сам факт того, что спорт и киберспорт начали переплетаться по всему миру – это уже круто. А круто это потому, что в обычном спорте намного более опытные ребята, которые привыкли заниматься своей работой и привыкли заниматься ею хорошо. Плюс, думаю, не нужно вам рассказывать, насколько у этих чуваков много денег. Они смогут здраво конкурировать с нынешними уже состоявшимися командами и, что самое главное, смогут их немало чему научить, имея столь богатый опыт. Ведь культура киберспорта по сути на стадии младенчества и осознание ещё очень многих вещей нашим киберспортсменам и организациям только предстоит. Ну и, наверное, последний, но не самый незначительный плюс от всей этой движухи в том, что будет ещё больше спонсоров. Ведь спонсировать Анжи, Динамо или что-нибудь подобное – это не то же самое, что спонсировать каких-нибудь Пауэррэнджерс или Тим Спирит. Кстати, за последний хвост в недавнем времени и играл, пока на полгода не ушёл в инактив. Но играл он, надо сказать, не важно. Я в то время на Тим Спирит работал и помнится мне, что каких-то крутых результатов там не было. Надеемся, что у Анжи будет всё по-другому. Главное, чтобы они взяли толковых челиков в свой менеджмент, да и не просто толковых, а сведущих в теме киберспорта. А то футбол, конечно, футболом, но в Доте 2 правила другие, как в самой игре, так и в управлении составом. Кстати, вот вам пара комментариев от президента ФК Анжи. Футбольный киберспорт развивается не самым лучшим образом. У нас в России тем более. И я хотел, чтобы пойти чуть дальше и подписать команду запустить Дота 2. Это наиболее популярная в Европе и странах СНГ схема киберспорта. Вроде бы не очень-то он шарит, но для своего возраста по-моему вполне неплохо. По крайней мере мыслит он здраво и вектор он взял правильный. Ну а на этом всё. Желаем Хвастевичу удачи, следим за Анжи и ждём новых анонсов от других спортивных клубов, ведь многие из них уже начали двигаться в этом направлении. А с вами мы уже скоро услышимся. Ставьте лайки, смотрите предыдущий видосик и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе большого киберспорта. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok